Когда назначили Курта Волкера, у нас создалось впечатление, что можно ожидать каких-то быстрых решений. Было такое ощущение, потому что долго тянулся Минский процесс, долго шли переговоры в Нормандской четверке, ничего не двигалось практически. И сейчас этого быстрого решения нет? Или это нам так кажется? Или вы думаете, что все-таки какое-то решение может быть? Я бы сказал, что его назначение – это уже важное решение. Это во-первых. Во-вторых, его ответственность – это вести переговоры с Россией, а тоже в контакте с украинцами, с немцами, с французами о Донбассе. Но пока это его ответственность, но он тоже рассматривает другие важные вопросы, как весь вопрос преобразования страны, реформы. Он понимает, как я понимаю, что защита Украины, безопасность Украины, победа Украины на Донбассе – это служит наши не только важные, но даже жизненные интересы. Я имею в виду жизненные интересы Америки. А почему? Почему? Потому что цель Путина – это не только влиять на Киев, это не только влиять на Украину. Его цель – разрушить ту систему безопасности, которая преобразовалась не только после Колодной войны, но даже после Второй мировой войны. И вот я это объясняю. Суд такой системы – это территориальная целостность. Суд – это не нарушение границ международных. И, конечно, он захватил Крым, и потом он начал войну на Донбассе. Это явные нарушения и международного права, и этой системы. И, конечно, это нарушение нисколько, или даже больше, чем нисколько, соглашений, которые Москва подписала. Но Путин это на самом деле не скрывает. После того, как он сказал, что да, вот Россия не играла никакую роль в Крым, он потом хвастовался. Вот, видите, что я сделал. В фильме «Крым». И хотя он еще говорит, что он не делает много в Донбассе, он признал, я не знаю, 6-9 месяцев назад, на самом деле, есть русские солдаты там, в Донбассе. Поэтому он это не скрывает. И дело не только в этом. Он говорит, что он должен иметь настоящие особые привилегии в странах вокруг России. Так называемая сфера влияния. Это, конечно, концепция 19 века. И он тоже говорит, что это его долг, и это его, не только его долг, это его право вмешиваться в другие страны, если они нехорошо относятся к русским и даже к русскоязычным. Поэтому он откровенно говорит, что он готов в любой момент нарушать международные права.